Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Хижину Музыканта! Меня зовут Раиль, и я вас сегодня буду учить играть одну очень-очень красивую, мелодичную, но чуть-чуть грустную песенку под названием Nine Crimes. Этот разбор, дорогие друзья, вы увидите благодаря Антону Ибраеву, потому что он купил этот самый разбор и изъявил желание, чтобы я его выложил в открытом доступе, и чтобы вы, дорогие подписчики, смогли выучить такую замечательную песню. Давайте я сначала исполню её для вас, а потом и разберём. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так, ребята, давайте приступим. К разбору удобнее всего было бы, если бы мы разделили песню на несколько частей и тем самым отдельно каждую часть посмотрели на гитаре. Первая часть называется «Вступление». Очень небольшой кусочек, тот кусочек, с которым начинается песня. «Вступление». Субтитры создавал DimaTorzok Он повторяется так, два раза. Вот этот момент, когда мы играем на верхних струнах. Два раза повторяется. И в конце ещё есть отдельный кусочек, который начинается с другой темой. Точнее, кончается с другой темой, но даёт начало первой части. Поехали. Разбор. Будем смотреть по табам. На экране видите табы. Так, третью струну зажимаем на второй струне. Его воспроизводим. Потом открутую вторую струну. Это за такт. Потом сразу после этих двух нот. Это за такт у нас был. То есть... Аккорд АМ берём. И вместе дёргаем вторую и пятую струну. Потом воспроизводим четвёртую и третью струну. Потом открытую вторую. Потом зажимаем большим пальцем, как указано в таблатуре. И вообще, вот когда я нашёл эти табы, там везде они сделаны по принципу... По принципу игры с большим пальцем. То есть не традиционным способом, где у нас большой палец находится за грифом. А именно в этой песне большой палец участвует в игре. Зажимает шестую струну на первом ладу. То есть... Та аранжировка, которую мы сейчас играем, она рассчитана на игру с большим пальцем. Я пробовал без большого играть. Это уже намного труднее и звучит не совсем гладко. Мелодия прерывается в некоторых местах. Поэтому играем большим пальцем, мучимся. Мне тоже это не сразу далось, потому что я не любитель играть большим пальцем. И поэтому редко играю. Я же по классической школе учился. Поэтому посложнее с этим моментом было. Сейчас раз повторим то, что мы прошли. Зажимаем большим пальцем шестую сторону на первом ладу. Потом... Так... Пятую и четвертую струну на третьем ладу. И третью открытую дергаем. То есть еще раз этот момент. Вот так. Вот этот кусочек, он не повторяется больше. Потом начинается повторная часть. То есть вот эта часть, которую мы сейчас играем. Кусочек, а не часть. Это повторяется. Зажимаем пятую и шестую струну на третьем ладу. Чередуем, играем. Потом дергаем четвертую струну на втором ладу. Потом шестую на третьем снова. Четвертую открытую, третью открытую и третью на втором ладу. Как звучит это все? Дальше опять дергаем пятую струну открытую. Потом четвертую на втором ладу сжимаем. Вторую струну открытой. Зажимаем вторую струну на первом ладу. Потом берем шестую струну опять-таки на первом ладу. Зажимаем пятую и четвертую на третьих ладах. Потом четвертую открытую дергаем. Ай, третью, извиняюсь. И опять повторяем вот этот кусок. Опять играем пятую открытую. Четвертую на втором ладу. Вторая открытая на первом ладу. Потом шестая струна на первом ладу. Потом дергаем третий. И третий лад на пятой и четвертой струне. Потом третью струну открытую. И вот концовочка этой части. Дергаем пятую струну на третьем ладу. Шестую струну на третьем. Снова пятую на третьем. Потом четвертую на втором. Шестую на третьем. Потом дергаем третью на втором ладу. Вторую открытую И на первом ладу второй сжимаем И пошла первая часть Проиграем еще раз эту часть Вступление, то есть И пошла вторая часть Старайтесь удержать Так, шестую струну На первом ладу подольше То есть не отпускаем сразу вот так И не делаем, чтобы она так беребезжала Как у меня порой бывает Потому что, говорю же, неудобно сидеть Надеюсь, со вступлением понятно Переходим к первой части Переход со вступления такой Давайте вот до этого места посмотрим Перешли со вступления Зажали вторую струну на первом ладу Продолжаем держать И в это время начинаем играть Первую часть Дергаем пятую открытую струну Потом третью струну на втором ладу Открытую вторую Потом на первом ладу Потом зажимаем шестую струну на первом ладу Потом снова третью на втором ладу Вторую открытую Вторую на первом ладу Потом пятую струну на третьем ладу Потом вторую струну на третьем ладу На первом открытую Шестую на третьем ладу Третью на втором Вторую открытую, вторую на первом И потом опять идет повторение Повторю еще раз для вас Вот это два раза повторили Потом продолжаем Шестую на третьем ладу Вторую на первом ладу Потом на третьем Потом открытую первую Потом пятую открытую Четвертую на втором ладу Третью на втором ладу Потом снова открытую первую Шестую струну на первом ладу Потом зажимаем Так, четвертую струну на третьем ладу На втором зажимаем Так, третью струну И потом на Ноте Си На второй струне делаем такой рисунок Побыстрее играем Первый и третий лад То есть вот Потом вместе дергаем Первую струну открытую С третьим ладом На пятой струне Потом зажимаем Первый лад на первой струне Потом снова открываем его И зажимаем Так, вторую струну на третьем ладу И дергаем его вместе с третьей струной Потом шестую на третьем И опять повторяется та же история И пошел припев Давайте вот до этого места еще раз повторим Сначала Сначала Первой части То есть когда пошла у нас тема Дергаем его вместе с третьей струнец Дергаем его вместе с третьей струнец Пошел припев Давайте его смотрим То есть дергаем три раза Третью Третий лад на первой струне Так дергаем Раз, два, три И продолжаем удерживать Потом дергаем пятую открытую Еще раз Опять АМ берем Держа вот эту соль на третьем ладу первой струны Потом опять вот этот проход То есть первый лад на шестой струне Потом так Третий лад на четвертой струне Зажимаем Второй лад на третьей струне И вторую струну на первом ладу То есть проход Потом играем До-мажорный Аккорд Дергаем пятую струну на третьем ладу Четвертую на втором Потом на первой струне играем Опять-таки как вот здесь играли Здесь играем на открытой первой струне Потом дергаем шестую на третьем ладу Потом вторую струну на третьем ладу Четвертую струну на открытой Воспроизводим И делаем шестнадцатыми Ну побыстрее На второй струне третий и первый лад Еще раз повторим припев Потом дергаем третий лад на второй струне Вместе с пятым С пятой струной открытой Потом вторую на первом ладу Зажимаем Опять начинаем припев Дергаем три раза Первую струну на третьем ладу И теперь уже вместо ля минора Как мы играли там Берем ф Таким образом То есть дернули три раза Первую струну Потом дергаем шестую на Струну на первом ладу Ну взяли баре Вторую струну на первом ладу Потом четвертую струну на третьем И третью струну на втором ладу Потом опять до мажор Опять повторяется история Так нужно проиграть вот этот прием Вот этот кусочек Три раза одинаково Опять повторяем Три раза повторили Вот дальше уже меняется рисунок Потом дергаем опять до мажор на аккорд Пятую струну на третьем ладу Четвертую на втором И потом вторую струну на первом ладу И открытой дергаем тоже И потом опять начинается Куплет И то же самое пошло Без каких-либо изменений И припев Опять-таки целиком так же проигрываем Тут надо было пятый дернуть Уже третий раз как Если не ошибаюсь Проигрываем это И вот последний Меняем Вот тут меняется рисунок Уже от соль Дергаем Соль Третья часть пошла Третья часть пошла